приветствую вас уважаемые любители выпить сижу вот я сижу тут в этой резервации обсерации карантин в общем о подоставал тут бутылочки тут уже из тыквенной водки ликер делаю с сиропом смешиваю и лед добавляю пью и в ржаную самогонку сахарной налил в общем купажи пошли направо и налево а тут жена приходит буду жарить манку ну думаю совсем она пересидела дома и взбрендила думаю ладно будешь жарить так жать что что тоже лучше не трогать пожарила на эту манку потом она ее варила в общем не знаю что она с ней делала но когда ее попробовал подумал конечно манку испортила ну шо ж тут сделаешь если человеку хочется поэкспериментировать а с другой стороны натолкнула на мысль взять манку водку как я сказал у меня вот ржаная с сахарной смешана чтобы был такой легкий оттенок какого-то дополнительного зернового сырья обжарить насыпать настоять и это будет совсем другой продукт ну так приступим пойду пожарю для начала вот прямо на сухой сковородке на большом огне а так так раз 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 чтобы не сгорела не пригорела однобоко равномерно обжарилась вот видите стало такого золотистого цвета вот для сравнения возьму манки которая не обжаренная от видите разницу та золотая а та белая от обжарила так для золотистого цвета аромат пошел хлебный ну и высыпаем в бутылочку и заливаем манка в бутылке самогоночка там же герметично закрывший ставим на две недели в темное место при комнатной температуре можно вот так раз в день встряхивать ну а если лень можете не встряхивать но я бы все-таки встряхивал прям золотая пыль и скрится прошло две недели и каша сварилась еда детей и напиток взрослых в одном флаконе и как обычно можно было бы этот напиток профильтровать чтоб получился чистый прозрачный красивый но я вот посмотрел посмотрел на него очень так красиво смотрится эта манка на дне бутылки вот если камера вам сейчас поближе покажет вы это увидите и самое интересное ну пока налью все-таки же у нас дегустация так вот почему я не хочу фильтровать потому что самое интересное что она быстро оседает и даже если ее так взболтать проходит буквально пару минут и она снова оседает что очень интересно будет смотреться например на столе поэтому фильтровать ее не буду оставлю в бутылочке так мне нравится а сейчас перейдем дегустации попробуем кашку манную безмолочную аромат стал такой уже не похоже на обычную водку появился какой-то легкий ореховый аромат притом никаких то конкретных там грецких орехов например а вот просто такой какой-то легкий ореховый оттенок но ваше здоровье во вкусе тоже легкий ореховый оттенок и это странно хотя манка это же не орехи но ореховый оттенок есть принципе для тех кто не любит каких-то насыщенных напитков настоек мне кажется очень хороший вариант появляется какой-то приятный легкий привкус приятный легкий запах то есть уже не чистая просто не чистый спирт какой-то нежный оттенок что касается ощущений наверное водка может быть стало чуть мягче как бы не принципиально а вот легкий запах и привкус каких-то непонятных орехов появился так что принципе довольно интересно можете сделать себе на пробу чуть-чуть понравится будете делать не понравится выпить и тоже вам будет хорошо даже так приятно налить чуть-чуть взять питу греческий хлеб который очень легко делается жарится на сковородке как вы знаете прекрасненько сидеть себе так попивать поедать размышлять и жизни сразу хочется пофилософствовать но это я наверно уже буду делать за кадром а то боюсь вас занудить своими философскими рассуждениями так что подписывайтесь на канал ставьте лайки а я тут еще чуть-чуть поем маночки заем хлебушком в общем ваше здоровье успехов вам в самого на варенье и настаивание полученного продукта всем пока